Приветствую вас, аноним. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишете про свою подругу с детства, которая жалуется, говорит, что у всех есть родственник, семья, компания, а у меня нет. При этом, когда вы предлагаете ей что-то сделать, она переписку прекращает. К вам она особо не тянется, она пишет, что вспоминает вас, общается по переписке довольно охотно, отвечает развернуто, а по телефону общаться не особо хочет. Вы говорите о том, что у нее умерла мама, после этого вы заметили у нее новые нотки в ее жалобах. Вы задаете вопрос о том, что если человеку плохо, он лезет в петлю, разве не нужно останавливать его? И в то же время вы пишете, что, наверное, берут на себя роль и родственницы, потому что близких родственников у нее нет. При этом вы живете очень далеко. Что здесь хочется сказать? Сказать здесь хочется следующее. Следующее. Как это ни странно, будет возможно звучать, но сказать хочется именно про вас. Вот, читая ваше сообщение и понимая, что оно про вашего подругу, про третье лицо, у меня почему-то возникло ощущение грусти. Как будто бы вам очень грустно, как будто бы вы такой вот в целом грустный человек сейчас. Я не знаю, связано ли это с подругой, лично мне кажется, что нет. А вы почти ничего не пишете про себя, было бы хорошо, если бы вы это написали. Такое ощущение, что у вас такая довольно размеренная, спокойная, с налетом грусти жизнь. И плюс у вас есть вот некая такая свободная энергия, у вас есть свободные силы, которые вы не используете. Вот. И, соответственно, отсюда есть, как мне кажется, некоторая тревожность. То есть в этот сектор исходит довольно сильное такое ощущение смеси грусти и тревоги. Вот. Причём тревоги не по поводу подруги, а тревоги вообще. Вот. Это на самом деле, может быть, неправда, может быть, это мне только кажется, но ощущаю я, по крайней мере, именно это. На ум ещё приходит чувство вины, но это уже, мне кажется, совсем из области фантастики. Вот. Это то, что касается вас. Ну, если что-то из этого правда, то на это как минимум нужно обратить внимание. Теперь, что касается подруги вашей. Я думаю, что стоило бы отметить, я не знаю, я не читал ответы других коллег на момент записи этого ответа. Там уже было восемь комментариев, поэтому я не, как бы, отрицаю того факта, что, может быть, что-то из того, что я скажу, уже было. Ну, касательно вашей подруги, нужно сказать, что у вас существует профессиональная этика, которая, вообще-то говоря, запрещает нам давать комментарии по поводу третьих лиц. Потому что это неэтично. С точки зрения психологии, то, чем занимаетесь вы, несмотря на то, что вы пишете, что я не хочу её спасать, ну, вы же её сами спасаете. Вообще, у вас есть это противоречие. Вы говорите, что я её не спасаю, но в то же время, если человек лезет в петлю, то разве не нужно его останавливать? Ну, так, вы как-то определите, да, вы таки спасаете человека или таки нет, таки вы берёте ответственность на неё, а это значит, как раз таки, что спасаете, а это значит, что вы в треугольнике Гартмана, а это значит, что вы жертва и что вам нужно работать со своей жертвой. А это значит, как-то вот противоречие, противоречие вообще возникает, на мой взгляд, когда вы говорите, что значит, я её не хочу спасать, да, ну, не собираюсь её спасать, но при этом вижу, что, наверное, беру на себя роль её родственницы, ну, так вы не её родственницы, как бы. Вот, это первое. Это первое. Другой Гартмана изучите, собственно, ваше желание её спасать связано с как может быть чувством вины перед ней или за что-то ещё, так и с некоторыми проблемами в жизни лично у вас, вот. Но здесь нужно разбираться дополнительно. То есть набреть, делать анализ, разговаривать и так далее. Что касается того, что если человек лезет в петлю, нужно его останавливать. Ну, понятно, что если какое-то острое состояние, когда человек представляет для себя и для других какую-то непосредственную опасность, то в этом случае, конечно, человека можно остановить, чтобы, так сказать, помочь ему выйти из кризиса. Но драматичность ситуации заключается в том, что после накажется у нас в этом кризисе. Скорее всего. Если это не случайность, если это не система. Вот. И у вашей подруги такое поведение, оно системное. То есть оно, в принципе, как образ жизни. И это немножечко не то же самое. Я не в том смысле, что её не нужно останавливать, если она там откровенно захочется вены вредить. Тут понятно нужно. Но важно понимать другое. Что тонкая грань между помощью человеку в том, что он сам не может, и взятие на себя ответственности за то, что он может сам. Это большая разница. Вот когда вы задаете вопрос свой про неё, вы как раз таки делаете второго. Вы берёте ответственность за неё в том, что она сама заинтересована, по идее, или не заинтересована. То есть на вашем месте должна быть она. На вашем месте должен быть её вопрос. Вот. А в чём ваш вопрос? Только в том, что вы пишете... Ну, я не думаю, что вы безговорочно будете следовать нашим советам. Мне кажется, это было бы странно, если бы вы просто последовали нашим советам. Мне кажется, что это вам нужно самую решать, выбрать наиболее комфортную форму взаимодействия с подругой. Вот. Может, не обязательно две открытки в год, может быть что-то побольше, но так, чтобы вам было комфортно. Потому что если вам не комфортно, то общение, соответственно, не получится, ну никак, да, это невозможно, в принципе. Дальше. То есть как бы тут вы как будто бы перекладываете ответственность на нас за решение этого вопроса. Понимаете, вы берете ответственность за подругу, но перекладываете ответственность на нас собственным. что-то возникает вопрос, а как у вас дела с собственной ответственностью? Вопрос. Дальше. Дальше. Вы, значит, так, может это манипуляция, спрашиваете вы? Да. По поводу вот манипуляции, тут вы мне вернули немножко к моей мысли, о которой я начал говорить. При системном поведении человека появляются системные еще выгоды от, ну, от, как бы так сказать, от этого самого самого поведения и, соответственно, когда ваша подруга ведет себя так, как она себя ведет, она получает от этого именно то, что хочет получить. то есть ваше какое-то участие, вашу попытку помочь и так далее. И ей этого хватает. На больше она не рассчитывает, на больше у нее нет мотива, нет стимула, больше что-то пытаться сделать еще. Потому что зачем есть вы, зачем хватает, в принципе, и этого, того, что вы ей даете. Итак, понимаете, какая штука? Вот такой аспект я могу вам сказать. Поэтому манипуляция ли это? Да, но не обязательно, не обязательно это специально. То есть не обязательно это манипуляция умышленно. Ну, условно говоря, как говорится. Вполне может быть, что она это делает не на рост. Вот, она это делает не на рост, она это делает неосознанно. Вот. Вот, эм, такая история. Здесь, эм, такой момент я могу вам, эм, значит, ну вот это я могу, я могу вам ответить, я могу вам дать. Сначала. Вот. Поэтому, чем более естественную, искреннюю, открытую позицию для себя вы возьмете, а это невозможно, когда вы пытаетесь человека спасти, тем быстрее она придет к такому же естественному пониманию необходимости что-то здесь делать, например, заняться своей психотерапией и так далее. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Вот. То есть, опять же, у вас есть противоречие, да, вы говорите. Я не собираюсь ее спасать, знаю, что она сама должна это сделать. Но если я очень осторожно начинаю давать советы, она приглашает переписку. Так вы сами же пишете, что они собираются ее спасать. Зачем же вы даете советы? Советы это их спасение. Эм, как-то вот тут у вас, ну я бы вот в этом направлении тоже бы подумал. То есть, ну, вам нужно определиться здесь. Вывод. Эм, дальше, значит. Так. Ну, в принципе, в принципе все. Наверное. Только вот то, что вы берете на себе роль ее родственницы, вот откуда-то у вас есть свободная энергия для этого. Вот. Вопрос. Откуда эта энергия? У вас имеется. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это может послужить вам началом работы над собой. Вы можете дать послушать мой ответ вашей подруге. Может быть и это тоже будет интересно. Вот. Желаю вам всего самого доброго.